Приветствую всех любителей турбореактивной тяги. В данном видео хочу заняться изготовлением диффузора, потому что вот этот, который я недавно делал, он сюда не подходит. Какая здесь сложность? Нужно сделать, чтобы были очень маленькие вот эти вот зазоры. Сама крыльчатка видно, что весьма точно подходит. Но вот этот вход почему-то здесь с большим зазором. Моя задача расточить вот здесь больше отверстия и завтулить. Выставил плоскость по индикатору. Теперь буду примерять сюда крыльчатку и добиваться, чтобы не было зазора вот здесь. Сделаю поясок центрирующий, чтобы не было проблем с выставлением зазора по радиусу. То есть чтобы можно было снимать, ставить без всяких проблем. Вот он поясок. Получился очень удачно. Можно насунуть и, как видите, даже держится. Хотя поясок всего лишь 0,3 миллиметра в глубину. Здесь зазор вроде подобрал. Измерял с помощью воска. Внутреннюю поверхность радиусную тоже решил подправить. Поэтому заточил вот такой радиусный резец. Потому что есть небольшая здесь несоосность. Выставляю резец следующим образом. Подвожу и на себя беру. Вот так, например. Раз он сам находит положение. У него радиус близкий к вот этому. Потом отвожу чуть-чуть. И делаю следующий проход. Вот так, как видим, практически везде берет. Вот здесь вот уже тоже сами линии берутся. В принципе, все нормально. Так, слегка раз и есть. С этой деталью пока все. Теперь буду точить втулку и завтуливать. До ahorра. Уйджняя熱 она неполенима. Продолжение в тепло сет staying дальше. Замаряжкой завтopsит, Теперь формирую радиус, периодически прикладывая вот эту крыльчатку. Применяю что-то типа шабрения. Мажу краской, потом крыльчаткой смотрю, где цепляет. Видно где. Ну и теперь радиусным резцом, который я изначально сделал. Примерно под этот радиус, он здесь везде один должен быть. Прицеливаюсь и делаю. Зазор сделал примерно 0,25 миллиметров между лопатками. В самом таком важном месте, где давление прощупываю щупом. 0,25 не залезет. А 0,20 залезет, то есть немножко, скажем так, больше, чем 0,2. Теперь можно снаружи все это дело обточить и снимать готовую деталь. Друзья, зазор получился тот, что надо. 0,2-0,25 миллиметров. Здесь я, как видите, уже намотал изоленту. Это я сделал для того, чтобы сконнектить две вот этих детали, чтобы зазор распределился гарантированно равномерно. Здесь оно фиксируется тем самым поиском, но все равно небольшой дисбаланс имеется. В результате чего оно вот здесь смещается и даже малейшее, даже на 5 соток, если подвинуть, Получается здесь зазор 0,15, а здесь уже 0,25. То есть представляете, эти 5 соток уже такой большой дисбаланс дают. Поэтому я обмотал изолентой. Сейчас я вот здесь приклею все это дело на суперклей и буду сверлить отверстие вот здесь по кругу. Под штифты и под все остальное. Какие-то космические технологии, ребята. Вот так вот я приклеиваю на суперклей. На алюминий он что-то сохнет очень долго. Подогреваю горелкой слегка. Кстати, немного цепляет по изоленте. Надо измерить, какова же ее толщина более точно. Потому что возможно придется дорабатывать. Зазор получился очень маленький. 0,15. Получается зазор 0,15 и кое-где трет. Здесь оно даже до конца не прижимается. То есть винтиками прижмется еще сильнее. Примерно на пять соточек. Визуально, если сказать. Придется дорабатывать и я уже, ребята, придумал даже технологию. Вы все дальше увидите. Главное придумать, а сделать уже не проблема. Установил детали на поворотный стол и теперь буду размечать. Вот так идет разметка. Верлю отверстия под штифты на определенную глубину. Всего будет пять таких отверстий. Штифты посадил на эпоксид. Довольно ювелирная процедура. Нужно было все точно просверлить. Здесь получились заусенцы. И теперь, чтобы нормально вставить, не ободрать алюминий, так как штифты стальные, делаю фаски аккуратно. То есть закругляю кромки. Это вулканитовый круг на бурмашинку. Вот так вот аккуратно дорабатываю. Смотрим, что получается. Здесь я поставил риски. Тут у меня риски для позиционирования вот этой детали относительно вот этой. Здесь пять отверстий. Все это довольно сложно мега точно просверлить. И здесь у меня есть тоже аналогичная риска. По ней и ориентируюсь. Раз. Обратите внимание, очень все плотно. Мега плотно. И должно быть очень все точно. Теперь можно вот этот центрирующий поясок, который я изначально оставлял, теперь его в принципе можно убрать. Он здесь не нужен, потому что есть весьма точные штифты. Есть контакт. Очень страшно было отрезать, чтобы не испортить деталь. Делал я ее довольно-таки долго. В общем, пока здесь будет, ребята, вот такой фляж. Мало ли для чего он пригодится. Но его никогда не поздно на оправке сточить. Смотрим, что получается. Я уже подсобрал здесь узел. Вымыл все масло с подшипников, чтобы они лучше крутились. Хлоп. И все становится на место. Пробую раскрутить. С вот этих вот отверстий очень прилично идет скоростной ветер. Теперь по вот этим меткам я просверлю отверстия и нарежу резьбу. Можно будет приступить к изготовлению вот этого вот кожуха, который будет идти дальше, закрывать все эти отверстия. Но тут вот оно пакетом все будет собираться. Поэтому нужно сначала просверлить и нарезать. Теперь здесь режем резьбу. Резьба М3. Скрутил винтами. Деталь уже начинает становиться похожа на авиационную. Вся в отверстиях, вся в маленьких болтиках. В общем, нужно делать дальше. Дальше мне понадобится вот эта болванка. С нее я как раз таки и сделаю вот этот кожух. О, ужас, скажите вы! Опять он будет перетирать стружку. Да, ребята, действительно вот эту всю болванку практически на 90 процентов придется перетереть. Правда, я хочу спасти серединку. То есть середину я хочу вырезать. До этого поставил спецрезец. Для вырезания середины. Разодрал отверстие. Теперь с обратной стороны болванка получится 70 миллиметров в диаметре спасенной. Поехали! Все, есть контакт, ребята. Оп! И все. Вот она спасенная болванка. И имеем такое чудесное колечко под заготовку. Засовываем сюда. Смотрим, как залазит. Довольно плотно, как вы видите. Все отлично. Толщина стенки 0,6 миллиметра. Смотрим, как оно получается. Это должно быть здесь. Там зазора нет. Здесь все вровень. Штифты теперь расположены чуть-чуть ниже этой плоскости. Ну и смотрим, что же в конечном итоге получилось. Все в сборе. Просверлил все отверстия, пользуясь укороченным сверлом. То есть режущая часть была короткая. И хвостовик был длинный, чтобы не испортить внутреннюю резьбу. Потому что сверлился насквозь. То есть собирал, ставил и просверливал. Теперь можно все собрать. Вот так все выглядит в сборе. Можно даже взвесить, попробовать сколько весит эта часть. Подарок от подписчика, ребята. Получается вес 470 грамм. А если турбину сюда еще положить? 845 грамм. Ну и вот эта вещь. Мне кажется, что около двух килограмм будет весить двигатель. Довольно таки много. Но он весьма большой. По идее, он и тягу должен приличную выдавать. Чтобы двигаться дальше и делать жаровую трубу, да и вообще другие корпусные детали, все это сваривать вместе, нужно для начала, дорогие друзья, сделать вальцы. Вот этим я и займусь в ближайшее время. Потому что без вальцев все сделать аккуратно не получится. То есть нужно будет гнуть металл в трубы и сваривать все это дело. Поэтому в следующих видеороликах вы сможете лицезреть изготовление вальцев. Они пригодятся и в дальнейших моих разработках. Так что вещь будет весьма полезная. Ну а на этом в принципе все. Кому было интересно, подписывайтесь на канал. Поддержите лайками. Всех благодарю за внимание и всем пока. До свидания. До свидания. До свидания.